Это Точка. Чем могу помочь? А что если ночью мне пришла бизнес-идея? И я хочу воплотить ее прямо сейчас. Открой бизнес с Точкой. Точка. Банк для предпринимателей и предприятий. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях председатель правления Международного мемориала, ликвидированного Российским судом. Тут я вынужден добавить к моему глубочайшему сожалению, Ян Збигневич Рачинский. Ян Збигневич, добрый вечер. Добрый вечер. Если вы позволите, я начну с пары вопросов такого общего характера, а потом обязательно перейдем к мемориалу и к ситуации сегодняшнего дня. Чехов говорил про русских. Они обожают свое прошлое, ненавидят настоящее и боятся будущего. Согласны с Антоном Павловичем? Думаю, что это не соответствует сегодняшнему положению вещей. Сегодня, скорее, правильно сказать, что не знают прошлого, не понимают настоящего, а будущего действительно боятся. По-моему, так. Потому что вместо прошлого у нас мифы, не соответствующие ничему. Настоящего не знают и придумывают себе что-то, во что верить и что любить. А будущее, ну вот как было, так и осталось. Не понимают, что будет, поэтому опасаются. Когда вы говорите, что не знают своего прошлого, не хотят знать? Или нет для этого никаких возможностей? Скорее, нет навыка. Все-таки слишком много лет интерес к прошлому не поощрялся. И слишком много лет насаждалось единообразие. Вот этот вот единый учебник истории, о котором сейчас говорят снова, он у нас был 70 лет. Это незапоставимо ни с чьим опытом. Другой страны нет, в которой 70 лет непрерывно насаждался один и тот же взгляд на историю без возможности шага вправо или влево. Отчасти из-за этого интерес упал, отчасти мифы, которые вколачивали, они так и остались в головах и ничем не замещены. Узнать, молодежь узнает, большая часть молодежи, не только молодежь, конечно. Источники информации появились. Не все доступно, но доступно достаточно. Но пока времени, чтобы вырос действительно интерес к прошлому, в первую очередь интерес к прошлому собственной семьи, времени прошло маловато. И стимулов, в общем, не так много. Но этот интерес пробуждается. Я надеюсь, что поможет. Скажите, пожалуйста, я часто думаю о том, что если принять свое прошлое вот в том полном объеме, я говорю даже о 20 веке, о том, что происходило в 20 веке с Россией, вот в том полном объеме, в котором оно есть, вот всю-всю-всю ту правду без исключения, которая происходила и в 20-е годы, и в 30-е годы, и до конца 80-х годов и так далее, и так далее, и так далее. По-настоящему пропустить через свое сердце. Способно ли человеческое сердце не самого подготовленного человека, не человека, который сознательно выбрал это как профессию восстановления исторической правды и так далее, а вот простое человеческое сердце, оно в состоянии это выдержать? Это нелегкое испытание, но мы знаем примеры гораздо более сложные. Я говорю, естественно, про Германию. И в этом отношении для... Ну, трудно сказать, что сложнее, но просто это не разные примеры. Но в Германии это нужно было принять прошлое не ошибочное, а прямо преступное, потому что идеология нацизма – это идеология преступная. В отличие от, скажем, той утопии, которой увлеклась значительная часть российского общества. Все-таки вот в том, что было написано в идеалах марксизма, в идеалах коммунистического учения, ничего преступного не было, оно не преступно само по себе. Преступна попытка оказалась воплощение этой утопии в реальность и фанатизм тех, кто это делал. Это трудно, это обидно признать, что тебя... Это для старшего поколения особенно обидно признать, что тебя обманывали, что ты обманывался, что ты всю жизнь работал вот за эти почетные грамоты и верил, что это ведет к счастливому будущему. Тебе говорят, что вот жизнь почти что зря. Конечно, не все зря, там были и достижения, и была реальная человеческая жизнь, но это действительно трудно. Но это мы видим, что удалось преодолеть в Германии, я думаю, что это придется преодолеть в России. Проблема в том, что для этого нужны усилия и общества, и власти. А второго пока мы не видим ни в малейшей степени. А вы когда начинаете думать об отпуске и организации отдыха, начинаете невольно напрягаться? Надо искать билеты, отель, в незнакомом месте заказывать автобус, автомобиль, экскурсии. А ведь еще и многие международные сервисы бронирования не работают. Согласен, это омрачает все предвкушения путешествия, а иногда становится причиной никуда не ехать. Но сейчас все вопросы ваших путешествий можно удобно решить в одном месте, в приложении One Two Trip. Там покупаете все билеты, бронируете отель или апартаменты с большими скидками по всему миру, оплачиваете, как и раньше, картами любого банка. И любые российские карты также принимаются к оплате, что сейчас сильно выручает. Но если хотите помимо щедрых скидок получать еще и кэшбэк до 15%, то тогда для оплаты используйте их тревел-карту. Оформляете ее за минуту прямо в приложении, обслуживаете бесплатно, регулярно получаете приятный кэшбэк за каждое бронирование и тратите его на следующие поездки. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение One Two Trip, и пусть благодаря этому путешествий в вашей жизни станет еще больше. Я хотел вас спросить, сделаем просто такой экскурс совсем уж назад в историю. В эти дни, это декабрь, получается, 100 лет философскому проходу. Еще одна часть нашей истории, глубоко трагическая, тоже неузнанная, непонятая, непрочитанная и так далее, и так далее, и так далее. Что для России это событие? Что оно для вас? Не знаю, думаете ли вы об этом? Вот посадили цвет российской интеллигенции, самых-самых разных людей на эти несколько пароходов и отправили в изгнание. Особенно сейчас, конечно, звучит созвучно и рифмуется, когда мы видим, какое количество людей, пусть не насильно, но сами уезжают из страны. Значит, это часть общей трагической истории, потому что до философского парохода уже очень много людей погибло из-за того самого высшего уровня, скажем так, профессионалов. Не знаю, как хорошо сформулировать, мне очень не нравится слово элита, оно какое-то скомпрометировано. Именно людей, которые достигли высот в своей профессии, которые думали именно о судьбе страны и пытались что-то делать. Их много погибло и до философского парохода, и продолжали гибнуть после, потому что на эти пароходы поместились не все, и не все захотели на них сесть. В целом, вот это насаждение единомыслия, почти по Казьме Пруткову проекта обведения единомыслия, в общем, это было и тогда насаждалось примерно так, и это мы видим сегодня. Примерно такое же, что есть у нас источник авторитетного мнения, чтобы не было разногласий в обществе. Это было пагубно, это нанесло чудовищный ущерб. Вот люди просто за 70 лет, люди забыли, что вообще говоря, имеют право быть разные мнения. Что вообще говоря, власть это только производная от общества, что общество само должно решать свои проблемы, не оглядываясь ни на жандармов, ни на чекистов. Эти навыки зарождались, они были уже довольно развиты, но, на мой взгляд, философский пароход это только часть важная, существенная, но только все-таки часть трагедии, которую мы пережили. Тогда я должен спросить и вас, потому что и вам лично, и вашим коллегам, государство наше, власть, я имею в виду, в первую очередь, все-таки государство, мне кажется, чуть больше, чем власть. Несколько лет уже последних, сейчас особенно, и намекает, и подталкивает, и все что угодно для того, чтобы вы тоже уехали из страны. Почему вы остаетесь сейчас в России, почему мы сейчас вот с вами здесь, в Москве, почему для вас это важно? И думали ли вы об отъезде? Как-то не хочется впадать в пафос, хотя есть известная формула, что нельзя унести родину на подошвах своих башмаков. Это тоже правда. И правда то, что я человек русской культуры, и за пределами России я понимаю, что там тоже люди сохраняют русскую культуру, но вот мне себе представить трудно. Это одно. Но второе, может быть, более важное даже, а почему, собственно, уезжать должен я? Почему пусть уезжают те, кому не нравятся мои взгляды, если они не могут с ними смириться, если они считают, что или они, или я? Ну вот, я не собираюсь уступать. Это моя страна. Те, кто думают, что если они сами себя выбрали в депутаты, то они уже больше имеют прав на страну. Это их частное мнение. У меня мнение другое. И мне кажется, что все равно здесь должна продолжаться работа. Наша работа, это ведь не наша прихоть. Это был колоссальный запрос. И тогда, и он не исчерпан сегодня, потому что миллионы людей хотели узнать про судьбу своих близких. Другие миллионы хотели не только узнать, но и рассказать. Это, в общем, два таких вот очень сильных было желания, почему тогда это было огромным движением. Оно продолжается. К нам приходят уже теперь и правнуки репрессированных. И люди сегодня узнают вдруг из того же самого... Когда слышат трансляцию «Возвращение имен», там зачитывают имена расстрелянных. И вдруг слышат имя, которого знают, что это родственник, то совершенно не знали про его судьбу. Это довольно... не то что ежедневное, но очень достаточно частое. И эта работа здесь есть. Есть работа по помощи тем, кто сегодня оказывается преследуемым. К сожалению, на мой взгляд, страну можно называть цивилизованной, когда человек в быту не боится, что за то, что он не согласен с президентом, его вдруг посадят. У нас уже объявлено, что вот у нас есть не Папа Римский, оказывается, непогрешим, а Министерство обороны. Что оно знает, где правда, а все, что иначе звучит, это фейки. И это свидетельство глубокого неблагополучия, мягко говоря. Ну, давайте к мемориалу. Я хочу, во-первых, ваших коллег, своего имени, вот от нашей творческой группы, и вас лично, поздравить с Нобелевской премией мира. Мы с вами уже до начала программы вот обсудили. Я говорю, вот я, господи боже мой, смоленский парень, знаю трех нобелевских лауреатов лично. Мог ли я себе такое представить, что-то невероятное? Вы поедете на вручение. Да. Ну, давайте так, нет. Во-первых, что вы и ваши коллеги почувствовали в тот день, когда вы узнали, что мемориал получил среди еще там лауреатов Нобелевскую премию? Ну, надо сказать, что это был довольно любопытный день, потому что в этот день у нас как раз было заседание суда, где решалась судьба, ну, в первой инстанции, еще она не решена окончательно, но решалась судьба нашего помещения, в котором мы много лет велись исследования, где много лет организовывались разного рода встречи, семинары, выставки. В общем, довольно заметный был культурный центр все же. И вот именно тогда, когда я вышел из дома, чтобы ехать на это заседание, мне позвонил первый журналист и сказал про это присуждение. Я не поверил, потому что этот журналист был мне незнакомый. Виноват, наверное, что проявил такое недоверие. Дальше уже позвонили знакомые журналисты. И да, это было сложное ощущение по многим причинам. Отчасти потому, что те, кто должны были бы получать эту премию, Арсений Рогинский и Сергей Ковалев, к сожалению, не дожили. И это, в общем, очень грустно было понимать, что это их заслуга отмечена без них. И, конечно, вот эта вот некоторая абсурдность происходящего. При этом на суде генеральная прокуратура доказывала, что научно-информационного центра нашего, мемориал, которому было передано помещение, не существует, поэтому это не настоящая сделка. И дело не только в том, что тремя годами раньше Минюст проверял научно-информационный центр и признал его не только существующим, но и действующим без всяких нарушений. Но к этому надо добавить, что одновременно в Сыктывкаре и в Тбилиси открывались наши выставки, подготовленные именно научно-информационным центром в тот же самый день, седьмого числа. Это, в общем, какое-то стечение всех этих обстоятельств придавало какой-то такой фантасмагорический оттенок. Скажите, пожалуйста, а как лично вы оказались в мемориале? Или в том сообществе людей, которое в будущем стало мемориалом? Я пришел, когда уже сообщество в известной степени сформировалось, даже была эта крохотная комнатка на улице Черняховского, которую предоставил союзский мематографистов, куда всегда стояли очереди. Я просто не помню, прочитал или услышал в какой-то передаче по радио, что вот появилось такое движение, что вот оно находится там. У меня было недалеко, я, естественно, на следующий день туда пришел. Почему? Тоже понятно. И потому что дед расстрелян по отцовской линии, бабушкин брат по маминой линии тоже расстрелян. Насколько посажено родных и знакомых, это, в общем, довольно много. Так что так сложилось, что никто из предков у меня не был в партии. И, в общем, про то, что наша история выглядит несколько иначе, чем в учебниках, я некоторое представление имел. Это какой был год? Это был 88-й, лето 88-го года. То есть уже 34 года. И с тех пор я в разных качествах, в разных проектах, в разных направлениях, так или иначе, с мемориалом занимался более или менее всем. Вы были в составе наблюдательных групп в самых разных горячих точках в начале 90-х. Я прочитал, что это был и Нагорный Карабах, Северная Осетия, и Чечня, и так далее. Как вам сейчас вспоминается это время? Что перед глазами у вас сейчас, если вы вспоминаете это? Ну, вспоминать это, естественно, никакой большой радости преимущественно не доставляет. Хотя там были тоже светлые моменты, когда на сторонах конфликтов находились люди, способные друг с другом разговаривать. И это, когда речь идет о межнациональных конфликтах, это очень важно. Но это речь именно о Нагорном Карабахе и Осетино-Ингушском конфликте, где действительно эта вот межнациональная составляющая была существенна. И дальше, к сожалению, это уже другого характера конфликты. И, в общем, начиная... На самом деле, Чечня — это тоже уже следствие, на мой взгляд, того решения, которое было принято в 93-м году, когда вместо разговоров, вместо дипломатии было выбрано силовое решение. Была грубо нарушена Конституция, какая бы она ни была. Это была Конституция, ее надо было менять. Но танки — плохое средство для изменения Конституции. И одностороннее решение тоже плохое. Даже если бы не было танков, это все равно всегда чревато кровью. Но когда было выбрано вот это вот именно силовое решение, что вот есть сторона, которая знает, как надо, дальше события, которые случились в Чечне, не были уже, к сожалению, неожиданностью. То есть тогда тоже была надежда, что обойдется без крови, что смогут договориться. Я был за неделю буквально до начала военных действий и видел, что, в принципе, Дудаев настолько непрочно... Там не столько непрочны его позиции, что, в принципе, он готов на переговоры. Но в Кремля взыграли амбиции и, опять-таки, ложное представление. Напомню, как по разным мемуарам, как обещали одним полком за двое суток решить вопрос. Ну, решали сколько лет. Но, к сожалению, опыт этот не осмыслен. И, к сожалению, тогда же началось вот это то, что мы наблюдаем и сегодня. Люди, которые от имени государства совершали преступление, оставались безнаказанными и остаются безнаказанными. Да, конечно, Европейский суд по правам человека множество раз выносил решения в пользу пострадавших, в пользу родственников убитых, похищенных. Но российская власть, российское государство выплачивало налог на беззаконие, но никаких системных мер не предпринималось. И, к сожалению, это в значительной мере стало... Как это сказать? Залогом того, что мы видим сегодня. В общем, вот это вот... Государство превыше всего. Государство знает, что надо. Ну, вот мы видим. Последствия этого подхода. Ну, да. Я хочу спросить о том, как менялось отношение к мемориалу российского государства на протяжении российской власти на протяжении этих последних 30, собственно, лет. Даже скорее так. Ну, да, 30 лет времени правления... Да нет, 23-х, давайте начнем все-таки с 99-го года, с появления Владимира Путина и так далее. Почему, вот на ваш взгляд, отношения к мемориалу сейчас со стороны власти оказались в той точке, в которой они оказались? То есть организация запрещена, ликвидирована, закрыта, пытаются отобрать здания и так далее, и так далее. Почему такое отношение к вам? Именно к вам? Никого так не раздавливают, как мемориал? Ну, это тоже не совсем так. Раздавливают разные организации по-разному. Так вот, я бы не сказал, что тут сразу несколько поправок. Во-первых, не запрещена. Все-таки у нас ликвидировано два юридических лица. Мемориал гораздо шире, больше и не в юридических лицах в конечном счете дело. Это осложнение работы. Пока не запрещена. И больше того, даже никаких претензий по существу нашей работы прокуратура не осмелилась сформулировать в своем иске. Вот просто эта тема слишком чувствительна, чтобы пытаться вернуться к прежнему. Да и, в общем, там сложнее ситуация. И не только с 99-го. Я думаю, что как раз с того момента, когда была сделана ставка на примат государства, на силовое решение вопросов, с этих пор и началось попятное движение. Был же указ Ельцина о передаче всех архивов о репрессиях на госхранение. Его начали было выполнять. Выполнили процентов на 25, наверное, 30. И на этом остановились. При этом переданы в основном именно архивно-следственные дела. То есть то, что позволяет понять масштаб в какой-то степени, имена жертв, но не имена виновных и не механизмы. Изучать механизмы до сих пор изрядно трудно. И архивы вовсе не то, чтобы сильно открывались. Нельзя сказать, чтобы все снова засекретили, но процесс вполне понятен. И вот именно эта ставка на силовые решения, снова вот это вот приобретение силовыми ведомствами большего веса привело к тому, что стали возрождаться и прежние практики. И секретным делается то, что вообще говоря не имеет смысла никакого делать секретным. Но почему мы стали неудобны? Я думаю, что дело в том, что сейчас основная идея власти — это то, что государство — это главное. Государство — это сакрально, государство — это непогрешимо. И это было всегда и всегда в нашей истории. Вот наше государство, оно было самым лучшим на свете. Это не то, чтобы была оригинальная идея, какая-то уникальная, но она насаждается с большой силой. И поэтому у нас и то, что делалось после 1917 года, тоже критике не очень подлежит. Нельзя сказать, что государство было преступным. Сказать, что оно совершало ошибки, что там были нарушения социалистической законности, вот как это говорилось при советской власти. Это можно. Это в этих пределах, да. Вот поставить памятник жертвам на проспекте Сахарова — это да. Но вот этим и хватит. Примерно так нынче выглядит позиция властей. Мы все сделали, что надо. То есть работа мемориала чрезмерна. Да, потому что мы хотим узнать не только имена жертв. Вообще говоря, есть жертвы преступлений. Эти преступления кто-то совершил. Вот давайте разбираться, кто совершил. Но сейчас мы пытаемся добиться, чтобы имена следователей были известны, чтобы имена прокуратуры, которая на нас наезжает, дала нам информацию о тех прокурорах, которые входили в состав троек. У нас же немножко в сторону от темы, но в чем проблема? Вроде бы опубликовали много, но до сих пор в школьных учебниках вот это как-то проскакивает. Никто не понимает, а что такое были эти репрессии. Вот большой террор, когда 600 тысяч человек были осуждены к смерти, приговорены к смерти, не осуждены заочно, они не знали, что их приговорят, они не имели возможности сказать слово в свою защиту. Вот эти вот тройки, в которые входили и партийные руководители, и чекисты, и прокуроры, которые, вообще говоря, должны были понимать, что они совершают преступления против правосудия, что это, вообще говоря, незаконно в высшей степени. Значит, вот они подписывали эти протоколы, и дальше человека расстреливали просто. Он даже не знал, что его приговорили. Вот как это выглядит. Это невозможно понять современному ни российскому человеку, ни тем более западному. Как такое возможно? Вот 600 тысяч человек за полтора года. Это чудовищная арифметика. И вот мы хотим знать, вот мы задаем эти вопросы. А это значит, что, вообще говоря, раз оно было, то значит, это было делом государственным. Это было делом государственным. Это политбюро принимало решение о проведении этих операций, утверждало приказы Ежова. Ежов не сам их издавал, их сначала утверждало политбюро. То есть это было, безусловно, преступное государство, даже если говорить только об этом. Но были еще и действия и вне страны, и были и другие. А наше государство быть преступным не может. Да, а наше государство всегда было, по крайней мере, не хуже любого прочего. Дальше вам расскажут и про голодомор в Америке, которого не было, но который выдумали наши пропагандисты, и про диктазерские режимы во всех странах Европы, и про что вам только не расскажут. А как вам кажется, а в чем причина такой боязни признаться себе в том, я имею в виду абстрактную власть, сегодняшнюю в том числе, что в истории твоей страны были периоды, которые можно назвать, положа руку на сердце, преступными. В чем проблема? Значит, это скорее вопрос о психологу, а может быть даже и психиатру. Но мне видится, тут есть две стороны. Одна – это то, что концепция нынешнего президента, который он изложил, по-моему, уже в полном виде, достаточно понятном, в 2002 году, что истории надо гордиться. Это вот точная формула, которая была произнесена, и которую приняли к исполнению многие, и историки, в том числе, казенные. И второе – это вот то, что я говорю, что государство превыше всего. Вот если мы говорим, что государство было преступным, это значит, что нынешнее государство можно критиковать. Мы видим, до какой степени нынешнее государство боится любой критики. Когда у нас истерически боятся одиночных пикетов, когда у нас сотнями и тысячами ограничивают доступ к интернет-ресурсам, вот у вас работает телевидение. Миллиарды рублей, если не думают, миллиарды – это скромная оценка. Скажем, миллиарды, но не рублей. Да. Значит, вот все это на всю страну работает. И вот вы боитесь каких-то вот этих вот самоздатских листков, как боялась советская власть. Ну, вот это было бы анекдотично смешно, но это имеет последствия для людей довольно невеселые. Ну, вот это проявление вот этого самого государства должно быть выше всякой критики. Иначе вот может случиться... Ну, то есть, мемориал нарушает вот эту гармонию, которую Путин озвучил там в Новгороде или еще где-то, когда вот они все стоят рядом, Николай II, Ленин, Сталин, Брежнев, все в один рядочек. И все это повод... И все, что эти люди делали, это повод для того, чтобы гордиться. Ну, да. Вот и есть вопрос, что для чего это повод? Одно дело, что, да, никакие имена не должны быть вычеркнуты из истории. Все это мы должны знать, понимать и оценивать. Но ставить их рядом, и тем более ставить им памятники или сохранять памятники вот этим вот убитым. вот когда на Петровке 38 стоит памятник Дзержинскому, который убил заложников, ну, по его приказу, убитых заложников больше, чем по приказу любого Басаева. Вот как мы хотим, чтобы двигаться к правовому государству? Это, в общем, довольно нелепая затея. Вот примерно как было кем-то в шутку высказано, что как нужно отменить смертную казнь, это нужно повесить всех сторонников смертной казни, и вопрос будет решен. А почему нельзя? Вот скажите, вот концепция, предположим, ну, если так, совсем упрощенная, вот Путин говорит, ну, все, остановились, забыли, ну, забыли, проехали, как это бывает в человеческих отношениях, ну, вот напортачили, один, второй, там остановиться не могут, ну, забыли, все, живем дальше, оставляем в покое, значит, Ленина, Сталина, там и так далее, до Ельцина. Идем жить дальше, дружно и так далее, и так далее. Как объяснить? Вот как это он объясняет, собственно, рядовому там, зрителю или там, гражданину и так далее? Как объяснить вот обычному гражданину, что так нельзя до тех пор, пока все вещи не будут названы своими именами, идти дальше не получится? Так Путин ничего такого и не предлагает. Хочет иметь длинную родословную и при этом родословную приличную. Вот то, что в этой родословной, вообще говоря, преступники, это вот неловко, вот это надо как-то изменить. И вот дальше получается, что сговор с Гитлером, это не сговора, это вот примерно тоже якобы, что сделали в Мюнхене, нелепая попытка оправдания. Когда у нас расстрел военнопленных называют превышением должностных полномочий, хотя вообще говорят, это военное преступление, и город Калининград носит имя военного преступника, если называть вещи своими именами, с этим неловко. Поэтому придумываются вот эти вот с одной стороны, в чем это даже довольно смешно, поскольку безграмотность вот этой вот всей нынешней власти поразительна. И они одновременно хотят говорить, что вот мы преемники имперской России, с другой стороны, как ни посмотришь, у них начало с 17-го года, чего угодно. Вот у нас, я уж не говорю про ВЧК, который у нас празднуется до сих пор, у нас до сих пор день создания ВЧК, это праздник работников спецслужб. Вот как это может быть, зная, что эти спецслужбы сотворили с Россией? Вот ничего раньше они не находят. И во многих четырех сфер у нас история одновременно тысячелетняя, и одновременно она начинается только после 17-го года. Вот как лечить эту шизофрению, в общем, рецептов мало. Это только вопрос действительно может быть усилий какой-то следующей власти. Само не пройдет. Я сегодня буквально только вычитал Федор Степун, чудесный совершенно философ, тоже из тех, кто уехал на этом философском пароходе, сказал как-то, что большевизм тяжелое заболевание народной души. Очень точно сказано. В какой-то мере да. большевизм встретился с в общем с инфантильностью общественного сознания. Со времен Великой реформы прошло все-таки всего полвека. Вот тот путь, который... Вы имеете в виду с 61-го по 17-й? тот путь, который другие страны проходили на протяжении веков, когда вот это понимание личных свобод, пусть даже только в отношении каких-то категорий, но уже появившихся бог весть когда и развивавшихся, институты суда, институт парламента, институт согласования интересов. Все постепенно. Это развивалось на протяжении столетий. За полвека это не могло сложиться. А вот эти вот вековые мечты о добром царе, о справедливом устройстве... Они сложились. Они жили на протяжении веков. И тут пришли и сказали, вот сейчас мы вам чужие лозунги использовав тоже, мы сейчас дадим землю, сейчас всем все будет хорошо. Это вот как-то смогло найти отклик. Плюс к тому еще, конечно, наложилось на последствия мировой войны, чудовищную усталость от войны с одной стороны, и уже ослабший запрет на убийство. Это ведь тоже то, что у нас не отрефлексировано в должной мере. До 1917 года палачи на Руси были и не в чести, и были профессией, как сказать, редкой. то есть когда нужно было приводить в исполнение приговора, зачастую их не могли привезти, потому что не было палачей. В какой-то момент в первую революцию использовали солдаты, были очень недовольны командиры, потому что это развращение солдат, это, в общем, довольно быстро прекратилось. И палачей приходилось искать в других городах, вот как и у Дюма, помните, это тоже попытка спасти палачи и тогда, и в других странах не были особенно популярны, скажем так. И даже уголовники отказывались брать на себя эту роль, несмотря на большие деньги, которые платили палачу. Это было вот такое, не было в народном характере. были запреты. После 1917, отчасти в связи с именно войной, последствия войны, война всегда порождает жестокость, это мы видели по дальнейшим войнам, и Чеченская тоже аукнулась, и нынешние события еще аукнутся еще как. вот уменьшение запрета, и с этим сросся фанатизм, который в общем всегда эти запреты ослабляет. Вот это то, что мы имеем, то, что можно было пытаться преодолеть, то, что мы пытались преодолеть. Думаю, что в какой-то степени нам удалось что-то сделать, но недостаточно масштаба страны, конечно. Ян Сбедневич, дело Юрия Дмитриева. Много про это сказано, написано, снято в том числе. Сейчас, вот когда видишь, что происходит вообще в целом с мемориалом, кажется, что это было, вообще все это было затеяно для того, чтобы дать понять всему обществу, я имею в виду мемориал, вот что будет со всеми, и самим обществом, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, так это или нет? Не знаю, для того, чтобы дать понятие, думаю, там механизмы... от разговоров перешли к делу. Ну, от разговоров перешли к делу и до того, у нас уже были политзаключенные, и в 2012 году уже мы получили целый ряд людей, посаженных именно для устрашения, потому что были посажены не те, кто были главные активисты, в общем, довольно случайные, просто принимавшие участие, это был сигнал именно, что ни в чем не надо самоучаствовать, и то можно, и, собственно, этот сигнал был услышан. здесь, я думаю, что скорее именно направленные... Мы с Дмитрием знакомы уже четверть века всяко. Да, он бывает, человек очень прямой, и я понимаю, что чиновникам он мог быть неудобен, но главное, он не стеснялся расставлять акценты, и он говорил о преступлениях, и он привлекал внимание не только соотечественников, не только своих ближайших соседей, скажем, не только местное население, но Сандармох все-таки это такое место, где слишком много людей из слишком многих стран захоронено. И это было место вот такого встречи и откровенных формулировок о том, почему это случилось и как это случилось. И дальше вот выбрали такой способ попытаться прекратить. Как часто бывает, да, Юрий Дмитриев, к сожалению, сейчас в заключении, я надеюсь, что ему не придется отбывать весь этот безумный срок, что из перемены произойдут раньше, но Сандармох продолжает жить, да, по-прежнему приезжают, несмотря на все ограничения и препоны. Он стал еще более известен, чем был раньше. Вокруг складывается сообщество, которого не было раньше, до вот этих вот постоянное, устойчивое сообщество, большое, хорошее. И в результате то, что они пытались заглушить, заглушить не удалось. Ну, собственно, менее резкими способами пытались, скажем, мешать возвращению имен, но если в Москве удалось не разрешить, то в других городах это было, да и в Москве это было, в других формах, в разных местах, мелкими группами, но это теперь проходит на нескольких континентах, а не только в Москве на Лубянской площади. Вот это просто показатель, что запреты это вещь малопродуктивная. Я вас хотел спросить еще об одном важном человеке для для исторической памяти нашей стране это Александр Исаевич Солженицын. Ну, во-первых, вот в этой, в этом споре, который был между Солженицыным и Шаламовым, заочном споре, Солженицын, который считал, что лагерь это кошмар, но из этого ужаса можно извлечь опыт полезный, который человеку пригодится, а Шаламов считал, что лагерь это ад, и он расчеловечивает человека, и никакого опыта хорошего оттуда вынести, конечно, нельзя. Вы, скорее, на чьей стороне? Вообще, это несколько более сложная проблема. Я, скорее, на стороне Шаламова, не отрицая величие того, что сделал Солженицын. И действительно, я знал целый ряд людей, которые прошли лагерь, как тот же Арсений Рогинский, как тот же Ковалев, как еще целый ряд замечательных людей, некоторые, по счастью, еще живы из советских диссидентов. И Дмитриев, который сейчас проходит этот лагерь. И Дмитриев, да, который проходит этот лагерь. Есть люди, которые способны не сломаться. Вот это... И да, у них есть какая-то... какой-то иммунитет против всего того зла, который несет лагерь. Но для человека рядового, даже если он, скажем, не поддался, не пошел ни на какое сотрудничество, не пошел на уступки, не изменил своим взглядом. Но все равно это отрицательный, потому что для выживания все-таки нужно быть очень сильным человеком, чтобы не перенять вот этот вот этикет, не этикет, а вот эти вот нормы лагерного выживания. Эти нормы с вот этим огромным числом прошедших через ГУЛАГ, они вышли наружу. И они в значительной степени дали негативный эффект все же, потому что выживание в лагере это не тот опыт, который нужен в свободном обществе, который нужен на воле. И думаю, что это тоже вопрос, который еще слабо осмыслен. Поэтому все-таки... Общаетесь ли вы сейчас с Натальей Дмитриевной Солженицыной? Ну, не то, что постоянно, но да, мы с ней знакомы, мы с ней переписываемся время от времени. Как она переживает то, что происходит с мемориалом? Не буду уж про страну спрашивать. С мемориалом. Она пыталась нам помочь, она пыталась помочь Юрию Дмитриеву и открыто, разными путями. Наталья Дмитриевна человек очень достойный и, в общем, быть с ней знакомым это честь с моей точки зрения. Она, несмотря на все запреты, несмотря на не очень хорошее самочувствие, была 29-го на Лубянской площади возложила цветы. и, в общем, она на нашей стороне, если говорить про... Она нас поддерживает как может. Другое дело, что возможности сейчас... Возможности сейчас остались у очень небольшого круга людей. Не в смысле нас поддерживать, а вообще хоть как-то влиять на государственную политику. Вы в одном из коротеньких интервью, последних, которые я прочитал ваши, сказали о том, что сегодня силовики занимаются внутренней политикой в стране, а не политики. Я пытаюсь вспомнить вот на протяжении 20-го века были ли такие прецеденты, когда именно силовики, ну вот аппарат буквально силовой, там, я не знаю, ЧВК на языке, там, НКВД, там, и так далее, так далее, всегда был какой-то барьер в виде партии, какой-то политической такой элиты, которая была над этим. И в этом смысле это беспрецедентный факт сегодня, когда силовики напрямую руководят внутренней политикой, вообще политикой страны. Ну, в общем, да, действительно, это новый опыт. Конечно, силовики играли большую роль. Часто, да. в частности, можно вспомнить, опять же, заключительную фазу большого террора. Тут не берусь сказать, но по всей видимости, у партии тогда создалось впечатление, что действительно началась, как теперь говорят, цепная реакция, и что можно не суметь остановить, не исключить. Может быть, и другие причины, но, в общем, партийное вмешательство стало сильнее к концу большого террора. Хотя партия сама была его инициатором и направляющей силой. Как бы не было противоречий сущностных, но действительно такого полноты власти не было никогда? Тут вопрос полноты власти не ясен, просто отсутствие каких бы то ни было противовесов. Да, здесь же у нас реальный партия «Единая Россия» это как союз русского народа перед 17-м годом, который рассеялся как дым сразу после смены власти. Думаю, что с «Единой Россией» произойдет точно то же самое. Она не играет никакой роли ни в каких решениях на это чистая декорация. Точно так же, как и парламент наш является чистой декорацией и принимает за сутки любой закон по заказу реальной власти. Чем это грозит нашей стране? То есть, кроме того, что уже произошло и уже происходит в какой-то ближайшей перспективе, я знаю, там, 50 лет, вот такой тотальный, абсолютно, тотальная власть силовиков, спецслужб, бесконтрольная абсолютно. Чем это грозит? Думаю, что мы уже встретились с тем, чем это грозит. Это сейчас попробую сформулировать. Главное, к чему приводит эта вот безудержная власть силовиков, это ведь еще и власть людей совершенно малокомпетентных, людей, которые думают, что путем запретов они могут достичь своих целей. А путем запретов они достигают того, что они перестают понимать, а что реально происходит в стране. Собственно, роль средств массовой информации, роль общественных организаций, роль парламента. В общем, примерно та же, что, не знаю, у водителя зеркала заднего вида. Вот нужно понимать, что происходит вокруг, нужно понимать, нужна обратная связь. Силовики в силу своей полной некомпетентности руководств обществом, это не область их компетенции, они эту обратную связь уничтожали, уничтожают и, в общем, почти уничтожили. И вот это вот решение 24 февраля, принятое, видимо, раньше, просто показывает степень некомпетентности, степень абсурдности представлений о действительности у высшего руководства. думать, что удастся быстро победить Украину, это было нелепостью, это было очевидно всем и до того, и сколько я разговаривал с людьми, даже не очень погруженными в тему, для всех было очевидно, что это не будет тут никакой победы. Но вот видимо, вот это порожденное опять же в значительной степени силовиками пропаганда действует и на жителей за Кремлевской стеной. Это такое, как это называется, аутотренинг, это сами себя уговорили, что все будет так, как им хочется. Вот оно не будет, жизнь происходит сама по себе, а не только в мозгу реконструкторов. Если позволите в конце немножко уйти в сторону от общественной и политической повестки. У нас есть такая анкета Андрея Арсеньевича Тарковского из его дневника. Он сам на нее отвечал, на эти вопросы примерно раз в год, чтобы проследить за тем, как сам он виняется. Я вам их задам. Ваш любимый пейзаж в жизни, что вы любите больше всего видеть вокруг себя? Если честно, то я люблю себе летний лес с грибами. Ваше любимое время года? Вот конец лета. Конец лета? Да. Ваша любимая русская проза? В общем, не хочет себя ограничивать так уж. Ну, давайте там три-четыре, я не знаю. Так, что первое приходит в голову? Это, знаете, это сложно все же, потому что Слатыков, Щедрин, естественно, всегда, Чехов, конечно. Не зря я с Чехова начал сегодня. Ну, Чехов, да, Слатыков, авторов зарубежной прозы, без которых вы своей жизни не представляете. Я сейчас представляю себе жизнь вообще без прозы, к сожалению, очень мало удается читать. Из старых авторов, ну, это, наверное, кого-то удивит, это не модно, но Гюго, Фихтвангер, Бальзак, да, ничего оригинального. По сегодняшнему временам очень оригинально. Ну. Ваше любимое музыкальное произведение? Еще таких нет. Я, у меня, я не, не меломан, не в малейшей степени, я с удовольствием хожу на концерты, когда удается, но даже имена композиторов не запоминаю толком, и нет, не ко мне. Ваш любимый поэт? Любимый поэт? Тоже нет одного, наверное, наверное, Мандельштам и Ахматова, я бы, наверное, все-таки, наверное, сказал, назвал двоих. Ваш любимый кинорежиссер? Тоже мимо, я не смотрю кино с детства. Хорошо, тогда вопрос, на который все-таки придется ответить. Самый простой вопрос. В чем смысл жизни? Как бы вы сформулировали это для себя, для зрителя? Может, каждый формулирует сам для себя. для меня смысл жизни, наверное, в том, чтобы пытаться помогать окружающим как-то в этой жизни, чем могу. И чтобы было поменьше, чего студиться потом. мне кажется, самое главное, наверное, чтобы не сожалеть о сделанных ошибках. Может быть, это мешает сделать много, но, на мой взгляд, это довольно важный принцип. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok